В перерыве у коллег возникли вопросы. Прошу. Спасибо за вопрос. Действительно вопрос очень интересный и он, почему я попросил вот здесь открыть, потому что он показывает очень частое противоречие между руководством компании, которая здесь присутствует, часть руководителей, и между руководителями департаментов и отделов. По моей практике руководители компании или топ-менеджмент обычно очень искренне, совершенно искренне не наиграно удивлены, что сотрудники что-то не понимают. Это очень странно, мы же вместе работаем, я им сколько раз говорил, мы ясно это определили. И как раз тут довольно много проблем, которые надо расшивать. Если мы обращаем ваш вопрос наверх, то не экономьте на общении с сотрудниками. Это немножко одна из тем лидерства, то есть на общении не просто болтовня, а я рекомендую радикально пересмотреть свои временные инвестиции в так называемые разъясняющие собрания. Но мы это будем говорить еще на мотивации завтра, это просто сейчас ответ на вопрос. Потому что все-таки обычно информации скорее не хватает, чем избыток. И не хватает информации еще и умения или как бы возможности задать руководителю вопросы. Зачастую руководитель организовывает встречи так, что встреча продолжается ровно столько, сколько у него хватает времени. И мне, скажем, приходилось, ну опять, поскольку я как коуч работаю, и вот генеральный директор одной из очень крупных компаний, мы с ним общались, да, и вот он так говорит, вот как сделать, чтобы сотрудники, говорит, никогда не высказывали свое мнение. Я знаю, что они потом беседуют в курилке, да, но вот при мне они все, так сказать, молчат, как воды в рот набрали, да, вообще никогда ничего не хотят говорить, у них нет вопросов, а меня это пугает. Первый вопрос, который я задал, скажите, пожалуйста, говорю, как вы общаетесь с сотрудниками, в каком формате? Он говорит, как, у нас есть регулярные планерки. Я говорю, по каким дням они проводятся, ну, словом, по вторникам. Я говорю, сколько они продолжаются? Час. Я говорю, сколько у вас сотрудников? Ну, в прямом подчинении, да, он говорит, 8 человек, топ-менеджмент. Догадываетесь, какой я задал следующий вопрос? Да, я спросил, сколько времени говорите вы? Вопрос его так очень удивил, да, он так... Потом говорит, нет, ну, вы понимаете, у меня много работы, я говорю, я не спрашиваю, почему вы столько говорите, а спрашиваю, сколько вы говорите? Говорит, пожалуйста, ответьте мне на мой вопрос. Сколько? Ну, понятно, почему пошло опережение, да, человек сам увидел вот это вот, дифферент, да, он говорит, ну, как бы, говорит, почти все время. Я говорю, а потом вы, наверное, поворачивая носки, ноги к дверям, говорите, есть ли вопрос. Я говорю, какой ответ на это следует? Ну, все понятно. Да, потому что, как бы, понятно, что осталось 5 минут, 8 человек, и руководитель, в принципе, уже настроен. Я так утрированно говорю, к выходу, да. Даже если у него носки к дверям ног не развернут, все равно видно, что руководитель с самим вопросом, есть ли вопросы, предполагает, что сам факт вопросов крайне нежелательно будет им воспринят. Ну, как человек воспитан, но считаю долгим об этом вас спросить, да. Так что подумайте еще, в какой форме вы спрашиваете о вопросах. Иногда не хочется и отвечать. Что же касается вас. Нарисуем опять два круга. Круг проблем и круг влияния. Помните, в начале семинара, да, мы об этом говорили. Действительно, мы не можем изменить вышестоящее руководство и напрямую объяснить им, что, вы знаете, вот нам тут на семинаре сказали, что вы неверно организовываете структурную коммуникацию внутри подразделений. Более того, я бы порекомендовал следующее. Как правило, этого от нас не ждут и воспримут не в доклад. Есть такое понятие квалификация подчиненного. Есть такое понятие искусство презентации собственных мыслей. Оно важно для всех. В том числе, оно важно, чтобы убедить чем-то руководителя. Потому что руководителям, если подчиненным мы можем приказывать, на это не стоит делать, то руководителям мы приказывать не можем. Значит, остается подумать, как, с учетом того, что вы не можете изменить, все-таки улучшить ситуацию. И один из ходов этого – это разработка внесения каких-то предложений. Причем, есть такое хорошее правило. Это уже совет подчиненным, которые хотят остаться в живых. Любая попытка внести предложение по изменению алгоритмов в момент передачи распоряжения воспринимается как гнусный саботаж и измена родине. Потому что, как только руководитель, отдающий распоряжение, вместо искры с глаз и топота копыт, видит попытку что-то ответить на супротив, даже исключительно позитивное с точки зрения подчиненного, это воспринимается как измена родине, с соответствующими вербальными и невербальными воздействиями. Поэтому, как совет, скорее всего, действия вашего руководителя имеют определенные типовые вещи. Что-то происходит. Подумайте, как это можно изменить или компенсировать, не в момент получения соответствующего распоряжения, хватая мешки, вокзал отходит. А именно, вспоминая известную вам методику тайм-менеджмента, попробуйте построить список целей и приоритетов. И согласовать это с руководством, попросив у него время на встречу. То есть, мне бы хотелось согласовать с вами. Понимаете, вы можете сказать, что он не согласится, и тогда вам надо учиться продавать встречу. Ну, я не могу вас этому сейчас научить, но попробуйте посмотреть в эту сторону. Как добиться встречи у руководителя, смотивировав это так, чтобы ему стало это интересно. А может измениться? Это мы исправить не можем. Тут сейчас не идет речь о защите чистой мундира. Да у вас не меняется, там, может быть, каждый день меняется. К сожалению, компании разные. Или, к счастью. Поэтому оно может и измениться, но это нормально, приоритеты и могут меняться. Понимаете, весь вопрос в том, что основная опасность – это не изменение приоритетов. Основная опасность, когда подчиненному предлагают залить в трехлитровую банку 5 литров. То есть, а именно, отдаются распоряжения, превышающие исполнительский ресурс. Вот это плохо, да? В этом случае как раз и работает диаграмма Ганта из методики тайм-менеджмента. Когда мы, получив новые распоряжения, выстраиваем и просчитываем их по ресурсам со старыми, показываем, что у нас получилось, и просим руководителя соответствующих разъяснений. Мы говорили на тайм-менеджменте, к сожалению, руководитель не имеет права отвечать, не лезь ко мне со всякой фигней, должен сделать все. Если он так отвечает, ответ никак. С другой стороны, опять попытайтесь подумать, как, понимаете, можно решить, что это невозможно, а не делать, тогда ничего. Можно все-таки подумать, как это сделать, но вот до пиков, да, вот какие-то промежутки. Потому что если у нас не хватает ресурсов на выполнение работ, то ошибка подчиненного, который говорит, мы не можем это сделать, или мы это не успеем, да. Даже если он абсолютно прав, мы вчера говорили, такая реакция не вызывает позитивного отношения руководства. Но когда вместо этого подчиненный говорит, вы знаете, я внимательно проанализирую ваше распоряжение, посчитал ресурсы, и вот у меня получилось вот что, да, не могли бы вы мне помочь немножечко разобраться с этим, потому что я, откровенно говоря, не вижу способа. Может быть, вы могли бы мне помочь. Как правило, реакция более адекватная. Ну, по крайней мере, больше шансов, да. Ну, тут еще момент, в какое время подойти к руководителю, с какой ноги и на какой дохуй козе к нему подъехать. Но это уже следующий вопрос. Я другого способа не знаю. Потому что как раз именно тайм дает прекрасную возможность говорить с руководителем на одном языке, да. Вы знаете, вот я посмотрел, получается как-то так, да, то есть нам это для два человека, да. Вот этот срок мы должны передвинуть на две недели вперед, да. А что бы вы посоветовали? Ну, по крайней мере, я бы оставил решение за руководителем, да, а сам бы подготовил какие-то возможные варианты действия, да. Возможные варианты действия. А. Перенос сроков. Б. Отмена части распоряжения с переносом сроков. С. Добавление каких-то ресурсов внешних, внутренних, да. Там временная ставка, проектная работа.